привет дорогие подписчики гости моего канала цветочный сад у аленушки в сегодняшнем видео хочу вам показать как чувствуют себя растения пеларгонии и бакопа ампельной после прищипки бакопа ампельная у меня была уже распекирована в отдельные стаканчики и с растений развивалась в один ствол но можно наблюдать после прищипки как я прищипнула растения сразу пошли боковые побеги посмотрите как хорошо даже в течение недели после прищипки уже можно было наблюдать вот такие растения некоторые я еще не прищипнула вот допустим здесь еще пока боковых вообще не видно посмотрите нет из пазух листочков ни один не один росточек не появился то есть надо обязательно прищипывать точку роста верхнюю часть в бакопа ампельной тогда мы будем наблюдать хорошо развитое растение которое будет давать нам боковые побеги тем самым цветение будет намного пышнее и растение будет довольно пышное поэтому обязательно не упускайте момент если вы сели вместе со мной бакопу ампельную делайте прищипку вот допустим только недавно я прищипнула и вот пошли маленькие вот боковые побеги и вот внизу то есть лезут посмотрите прищипка обязательно так как мы будем формировать именно не только пушистый кустик но и будем формировать дальнейшем и боковые побеги мы не только верхнюю точку роста будем убирать мы потому будем убирать в дальнейшем и точку роста на боковых побегах чтобы именно сформировать пушистый куст вот такая бакопами на данный момент есть совсем кустики маленькие вот немножечко подрастет серединка центральный побег и я его конечно прищипну чтобы видеть боковые побеги в пазух листьях вот так вот такие растения бакопа пеларгония пеларгония очень хорошо развивается подкормки на нее очень положительно влияют это можно наблюдать по цвет по цвету листьев листья хорошие насыщенные зеленые желтых листьев нет давайте посмотрим как растение развивается после прищипки ну вот допустим на примере вот этого растения посмотрите . роста у меня была удалена и пошли боковые побеги вот они то есть чтобы куст также сформировался мы должны остановить точку роста да мы замедляем по поводу если вы прищипнули или обрезали до центральный ствол то конечно мы останавливаем рост но без такой обрезки мы не сформируем хороший пушистый кустик ну давайте посмотрим вот растение тоже вот прищипнули и вот маленькие начинают появляться росточки для этого конечно же чтобы сформировался хороший пушистый куст необходимо делать прищипывание в пеларгонии не только вот допустим у меня это из семян пеларгония не только семян но даже если у вас старые кусты обязательно обрезайте чтобы сформировать хороший пушистый кустик без этого посмотрите вот прищипнули боковые центральный ствол и пошли боковые побеги вот сейчас вот внизу посмотрите сейчас я беру листочек не видно загораживает ну я думаю можно увидеть вот боковые побеги пошли расти вот таком небольшом видео хотела бы показать вам свои растения пеларгонии это путем пеларгонии выращивание семян вот так она выглядит так развиваются костики после прищипки конечно мы сделали при помощи прищипки остановили рост но ничего страшного у нас еще время есть она нарастет и будет хорошо себя чувствовать и красиво смотреться уже в дальнейшем но вот и все друзья если вам понравилось моё видео не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал кликайте под видео на колокольчик это позволит вам увидеть больше интересных видео пока пока друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч